Братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии, поприветствуйте того, кто рядом с вами, скажите что-то приятное, что-то хорошее. Друзья, я хотел бы, чтобы сегодня мы с вами порассуждали над одной очень интересной историей в Библии. Это записано в Бытие 38 главе. Сегодня тот день, когда мы вспоминаем те страдания, которые Христос совершил за каждого из нас, и мы будем сегодня принимать хлеб и вино. И перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы, чтобы мы порассуждали с вами над 38 главой книги Бытие. Это интересная, удивительная история, и она очень странная история. Когда я ее читал, очень на протяжении долгого времени я не понимал этой истории. Знаете, вот интересно, что 37 глава книги Бытие описывает историю Иосифа. И в принципе все понятно, он был одним из сыновей Якова, он пасовец, Библия говорит, в возрасте 17 лет. И потом Библия говорит, что братья, они начали просто завидовать тому, что было в жизни Иосифа, они предали его, они закинули его в яму, продали в рабство. И вот есть упоминание в 37 главе, что был один брат, его звали Иуда. И вот он говорит, ну что пользы, да, давайте просто разберемся с Иосифом, что пользы, если мы просто убьем его, давайте продадим его в рабство. То есть Иуда был тем человеком, который как бы был неким подстрекателем в этой семье. Но когда ты открываешь 38 главу, появляется столько много вопросов. Я когда читал ее, я задавал вопрос Богу и думал, Господи, но зачем нужно было автору помещать 38 главу в Бытие? Вот в принципе 37 глава описывает историю Иосифа. И потом, когда ты открываешь 39 главу, она также продолжает повествование о жизни Иосифа. Но 38 глава, но зачем нужно было знать о всех этих промахах, о всех этих трудностях, ошибках, которые Иуда совершил? И я хотел бы, чтобы мы зачитали эту главу и чтобы мы с вами просуждали над ней. 38 глава Бытие. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламинитянина, которому имя Хиром». Помните, что событие происходит после того, как Иосифа уже продали в рабство. И вот в этот момент Иуда отходит и он начинает селиться около одного адаламинитянина. «И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала, снова и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь». Запомните это имя. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как дверь, и восстанови семя брату твоему». Девятый стих пропускаю с десятого. «Зло было пред очами Господа, то, что он делал, и он умертвил его, то есть Анану. И сказал Иуда Фомарь и невестке своей, живи вдовой в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал, «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шу и жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам Ихира, друг его, Адаламинитянин. И уведомили Фомарь, говоря, «Вот свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой». И сняла Фомарь с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое, и он поворотил к ней». Запомните это слово. И сказал, «Войду я к тебе». Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли мне залог, пока пришлюшь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою, перевесть твою, трость твою, которая в руке твоей». И он дал ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла себя покрывало свое, и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же позлал козленка через друга своего, Адаламинтианина, чтобы взять залог из руки женщины, но не нашел ее. И спросил, «Жить ли того места, говоря, где блудница, которая была в Янаиме при дороге?» Но они сказали, «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал, «Я не нашел ее». Да и жить ли того места, сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». И последний стих, 24-й. «Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря, «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Давайте мы преклоним наши головы и помолимся. Драгоценный Дух Святой, я прошу о том, чтобы сегодня ты говорил к нам через Слово Свое. Я прошу о том, чтобы сегодня ты открывал нам тайны, Господь, Слово Твоего, тайны Царства Твоего Небесного. Боже, мы жаждем Тебя, мы нуждаемся в Тебе. И я прошу о том, чтобы сегодня, Господь, выходя с Дома Твоего, мы действительно могли сказать, действительно, Ты говорил сегодня к нам. Мы открыты для Тебя. Говори к нам, Дух Святой. Отец и Дух Святой. Аминь. Знаете, за каждым нашим решением есть какие-то последствия. Элементарный пример, если мы будем читать Божье Слово каждый день, утром, днем, вечером, если мы будем больше проводить времени со Словом Божьим, результат, последствия этого будет то, что ты будешь лучше знать Бога, ты будешь лучше слышать Его голос, ты будешь лучше понимать, что Он говорит к тебе, ты будешь лучше разбираться в Священном Писании. То есть есть последствия нашим решениям, если мы принимаем решение больше молиться, мы начнем больше понимать Господа, мы начнем знать больше Его сердце, то, о чем Он переживает, то, что есть в Его сердце. Вы знаете, другой, наверное, такой пример, который приходит ко мне в разум, это когда ты, допустим, кушаешь каждый день пончики, и от этого решения последуют какие-то последствия. Если каждый день ты будешь кушать одни пончики, то через несколько месяцев или даже через месяц к тебе прибавятся лишние килограммы. Почему? Потому что у наших решений есть какие-то последствия. Вы знаете, я вспоминаю себя, когда я был подростком, у нас, у родителей была баня, около бани был такой небольшой бассейн. Я помню, как-то осенью мы пригласили своих друзей к нам туда домой, и вот мы подошли к родителям, говорим, пап, мам, к нам друзья едут, мы хотим сегодня покупаться в бассейне. Я помню, как отец говорит, сынок, наверное, не надо, потому что уже осень, холодно, и уже надо просто воду оттуда сливать, убирать, но не надо купаться, потому что можно простыть. Ну а как, мы же подростки, процесс уже запустили, друзья едут, как это отменять, такой праздник. И вот друзья приезжают, родители куда-то собираются, уезжают, мы еще раз подходим, пап, мам, пожалуйста, друзья уже здесь, но родители целенаправленно сказали нам, не надо никакого бассейна, на улице холодно, сентябрь месяц, осень, можете простыть. И вы знаете, интересно то, что после этого родители уезжают, я все-таки думаю, надо еще раз позвонить. Знаете, как у подростков бывает, надо добить вопрос. Я звоню опять родителям, говорю, пап, мам, ну пожалуйста, друзья уже здесь, все уже организовано. И они говорят нет, но я как будто бы делаю вид, что связь прервалась. Я помню, ложу трубку, ребята спрашивают, ну что, можно? Я говорю, да, разрешили, можно. Все, праздник начался, мы все в этот бассейн залезли. Но вы знаете, что-то пошло не по плану. Вдруг я вижу, как родители раньше времени вернулись. Я не знаю, то ли они забыли что-то, то ли что, но они возвращаются обратно и видят, как мы купаемся в этом бассейне. Вы знаете, что последовало за моим решением? Серьезный разговор и ремень. Почему? Потому что нашим решением, за нашими решениями есть какие-то последствия. И когда ты не послушен, тебе влетает. По крайней мере, у меня так было. Когда я был не послушен, то мне попадало ремнем. Но за каждым нашим решением есть какие-то последствия. И вот вы знаете, когда ты читаешь и смотришь на 38 главу, она очень странная. Многие моменты, они просто непонятные. Но за каждым решением, я хотел бы, чтобы сегодня мы запомнили это, есть последствия. Вы знаете, много есть разных очень странных историй в мире. Не так давно я услышал одну очень странную историю про человека-леопарда. Интересно, что этот человек, он сделал себе татуировки. И он нанес на свое тело где-то 99.1% татуировок. На самом деле он был военным человеком, служил в армии на протяжении 30 лет. И потом, однажды проснувшись рано утром, он решил стать человеком-леопардом. И когда ему задали вопрос и сказали, ну почему тебе пришло такое желание, он сказал, я захотел стать известным и захотел заработать денег. Но заработать у него не получилось, но известным он, конечно же, стал. Но вы знаете, но к чему было вот это вот все делать? Достаточно очень странная история. 30 лет человек работал в армии, он получил хорошее звание, у него была хорошая зарплата. И потом, однажды просыпаясь, он все решил это забросить, стал жить в какой-то пещере, переехал на какой-то островок, сделал себе такую пещеру из камней и просто жил как леопард. И до конца своих дней он оставался этим странным человеком. И вот когда ты смотришь, действительно люди порой делают какие-то необдуманные, странные решения принимают. И вот 38 глава, она что-то мне напоминает из этой серии. Когда ты смотришь на Иуду, он делает какие-то очень странные поступки. И давайте мы с вами окунемся и посмотрим с первого стиха. Библия говорит здесь такие слова. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира». Перед тем, как мы дальше пойдем, нужно, наверное, вообще разобраться, кем был Иуда. Иуда был сыном патриарха Веры, Иакова. Он был тем человеком, который рос в очень особенной семье. Его отец Иаков общался с Богом. Библия говорит, что Бог разговаривал с Иаковом. Библия говорит, что ангелы, они приходили к Иакову. То есть это была настолько, настолько особенная семья. Бог действительно работал через эту семью. И вот Иуда так получилось, что он был сыном этого Божьего, помазанного человека. Вот интересно, что в каждой семье есть свои какие-то правила, устои, традиции. И вот в этой семье было такое правило. Они не должны были брать себе жен из других народов. Когда мы с вами изучаем книгу «Бытие», написано в 24 главе, Авраам говорит такие слова своему слуге, когда тот пошел искать жену, сыну своему. Там написано, «И клянись мне, Господом, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей каких? Ханаанских, среди которых я живу». Потом мы видим с вами, как Исаак обращался уже к Иакову в 28 главе. И там написано, «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему одну вещь». И он сказал, «Не бери себе жены из дочерей каких? Ханаанских». То есть мы видим, что для этой семьи было принципиально очень важным, чтобы они не брали себе жен из других народов. И когда мы с вами читаем и смотрим, мы видим, что у Авраама женой была Сара из его народа, у Исаака женой была Ревека из его народа, у Иакова женой была Рахиль и Лия, они также были с его народом. И вот мы видим с вами, что Иуда отлучается от братьев своих, то есть он уходит из семьи. Мы не знаем, какова была причина его ухода, но мы знаем, что он оставляет свою семью. И Библия говорит в первом стихе, «И отошел он от братьев своих и поселился близ одного одоломентянина, которому имя Хира». И вот когда он уходит в эту новую землю, он вдруг замечает какую-то очень красивую девушку, он вдруг замечает, что она как-то отличается от всех остальных, но она какая-то другая, она такая послушная своим родителям, она такая красивая, она работает, она берется за какое-то дело, и у нее везде появляется успех, у нее очень хороший характер, она такая вся милая. И вдруг он замечает, ну просто она по сердцу его, она так сильно понравилась ему. Но есть одно но, она была из дочерей ханаанских, она была из тех, про которых Господь говорил Аврааму, Исааку, Иакову, «Не бери из этих жен себе в жену». И когда Иуда приходит, он сталкивается с собственным желанием. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы повернулись к кому-то рядом, из вас сидящих, и сказали такие слова, «Бойся собственных желаний». Мы видим с вами, что Иуда, он приходит в эту землю, и он видит эту красивую девушку, и знаете, что у него происходит? У него происходит борьба с самим собой, потому что, с одной стороны, он знает, как желает Бог, он знает, что Бог говорит, он знает те уставы, которые были даны его семье, но, с другой стороны, есть собственное желание, с другой стороны, есть собственная прихоть. Послушайте, каждый из нас, мы сталкиваемся с собственными желаниями, но очень важно, чтобы мы принимали решения с Богом, очень важно, чтобы мы бежали в тайную комнату, очень важно, чтобы мы искали Бога, и когда эти моменты придут, а поверьте, каждый из нас, мы сталкиваемся с собственными желаниями. Это могут быть различные сферы, это могут быть сферы отношений, финансов, я не знаю, может каких-то других вещей, Греховных, которые мы знаем, это неправильно, так не должно, это не угодно Богу, но мы сталкиваемся порой с собственными желаниями, и в этот момент я верю, что Бог, Он смотрит, и Он наблюдает, какое решение мы примем. Будем ли мы стоять на Божьих ценностях и держаться Божьего, держаться того, что Бог заповедал нам, или мы все-таки пойдем на поводу со собственными прихотями, со собственными желаниями, но каждый из нас сталкивается с этими моментами. И очень важно, чтобы в эти моменты мы принимали решение с Богом. И вот Иуда попадает в новую землю, он видит эту красивую девушку, все внутри говорит, это та самая, все внутри говорит, ты больше никогда не увидишь такое, ты больше никогда не познакомишься с такой, это единственное во всем мире, которое для тебя. И он стоит перед выбором, он стоит перед собственным желанием, как поступить, он знает, как Бог говорит, что Бог заповедал его семье, и в тот же самый момент у него есть своя прихоть. И Библия говорит, что он взял себе эту хананьянку. И увидел Иуда дочь одного хананьянина, и взял ее, и вошел к ней. Она зачела и родила сыном, и он нарек ему имя Ир, и снова зачела и родила имя Анан, и еще раз родила, и имя было третьему Шелла. Вы знаете, интересно, что у Иуда начали рождаться эти сыновья, Ир, Анан, Шелла. И вот так интересно, в седьмом стихе Библия описывает, что и делал Ир неугодное перед очами Господа, и Господь умертвил его. Мы также не знаем, Библия не дает нам полной информации, что Ир делал не так пред Богом, но мы знаем с вами факт, он делал что-то неправильное пред Богом, и за это Бог умертвил его. И по правилам того времени, когда брат умирал, то брат должен был взять супругу брата своего и, грубо говоря, восстановить семя, то есть он должен был заботиться о супруге, он должен был просто взять ее себе в жену, она будет рождать детей, он должен был позаботиться о доме, о семье, о детях, он должен был просто восстановить семя брату своему. И вот мы видим с вами, что Ир умирает, и Анан должен был восстановить семя брату своему, но мы видим, что Анан делает неправильное пред Богом, и Библия говорит, и Бог умертвил Анана. Вы знаете, когда умирает один сын, когда умирает второй сын, мне кажется, Иуда начинает понимать, что то, что происходит в его доме, в его семье, оно явно неправильное пред Богом, и он что-то делает не так. Только представьте себе эту картину, когда Иуда приходит на похороны одного сына, Иуда приходит на похороны второго сына, и мне кажется, в этот момент он начинает переживать за третьего сына, который еще остался в живых. Он начинает думать, хоть бы с ним ничего не случилось, и мне кажется, в этот момент он начинает думать, причина всех бед, это есть вот эта фамарь, которая пришла в нашу семью. Причина того, что Ир умер, причина тому, что Анан умер, это фамарь, нужно от нее избавиться. И по правилам того времени, Шелла, то есть третий сын, он должен был стать мужем фамарь. Но Библия говорит, Иуда начал думать, отпущу-ка я фамарь, я отправлю ее обратно к отцу своему, пусть она идет к отцу своему, но шеллы я не отдам ей. И вы знаете, когда он отправляет фамарь обратно к отцу своему, знаете, что это означало на то время? Это означало, что просто у нее был такой некий позор в жизни. Она вернулась в дом отца своего. Женщины того времени, они не возвращались в дом отца своего. Должна была быть какая-то очень резкая причина. И в этот момент, когда Иуда отправляет фамарь туда, наверное, где-то про себя она начинала уже думать, ну я, наверное, проклятая, я, наверное, какая-то не такая, как все остальные. Я, со мной что-то такое, наверное, ну неправильно. Но вы знаете, что вдохновляет меня фамарь в этот момент? Мне нравится, что несмотря на все то, через что она проходила, она искала во всем этом выход. Она искала во всем в этом выход. Она не закрылась. Она не упала в депрессию. Она не пошла куда-то в уединенное место и что-то сделала с собой. Она искала выход. Послушай, возможно, ты сегодня сталкиваешься с каким-то очень сложным вопросом в своей жизни. Возможно, ты сегодня столкнулся с какой-то очень большой проблемой в своей жизни. Нет ни одной причины, чтобы сегодня просто упасть в депрессию, закрыться и, может, даже что-то сделать с собой. Несмотря на все те трудности, через которые Фомарь проходила, она искала выход. И по закону того времени единственным, кто мог стать ее мужем, это был Иуда и Лешела. И вот мы с вами открываем 12 стих. Давайте мы посмотрим. Библия говорит, прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамнук, стригущим скот его, сам Ихира, друг его Адаламинитянин. И уведомили Фомарь, говоря, вот свекор твой идет Фамнук стричь скот свой. И сняла на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаиме, что на дороге Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и подщел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое. Она услышала, что Иуда идет этой дорогой. И она вышла навстречу Иуде. Знаете, что меня еще больше удивляет в этой истории, что является таким очень странным моментом в этой истории. Библия говорит в 16 стихе, Иуда поворотил к этой блуднице. Знаете, вот так интересно бывает, мне кажется, когда, как у нас в народе говорят, вот горит баня, да, пускай и сарай горит. Вот когда уже все плохо, ну и пусть еще хуже станет. Мне кажется, у него одно что-то не так пошло, другое что-то не так пошло. Дети начали умирать. А потом уже идет и думает, да, ничего страшного, да, пойду и поворочу к блуднице. Когда и так все плохо, уже нету никаких шансов ничего менять, да, ничего страшного, пусть будет еще хуже. Мне кажется, вот в таком состоянии находился Иуда. И Библия говорит, и поворотил он к этой блуднице. И вы знаете, вся эта история, она очень странная. Он поворотил к ней, он оставляет ей залог. И после этого мы прочитали с вами, он уходит, оставляет ей этот залог. И спустя время он слышит, и кто-то говорит, Фомарь, да, ну помнишь, невестка твоя, которую ты отправил обратно домой. Она блудница, она беременна от блуда. И смотрите, что говорит Иуда в Библии. Он говорит, пусть будет сожжена огнем, сжечь ее. Другими словами, он, наверное, где-то про себя подумал. Но наконец-то появилась такая возможность, и избавлюсь от нее раз и навсегда, забуду, что она существует. Потому что она есть причина тому, что мои сыновья умерли. Она есть причина тому, что моих сыновей сегодня нет здесь рядом со мной. Это из-за нее все происходит. И когда он слышит, что Фомарь впала в блуд, он думает, это замечательная возможность, чтобы раз и навсегда избавиться от нее. Но вы знаете, что-то происходит. Когда ее ведут, чтобы сжечь огнем, Библия говорит, давайте мы с вами посмотрим на это. 25 стих. «Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала узнавать, чья это печать. И перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шелем, сыну моему, и не познавал ее более». Вы знаете, в какой-то определенный момент, когда он понимает, что он неправ, он выносит это наружу и говорит, она правее меня. «Эта женщина оказалась правее меня». И когда ты читаешь эту историю, такое чувство, как будто бы это в первый раз, когда Иуда понимает, что он был неправ, что он что-то делает не так. Вы знаете, когда ты изучаешь бытие, историю Иосифа, потому что после 38 начинается 39 продолжение истории Иосифа в 44 главе. Когда Иуда вместе с братьями приходит к Иосифу, написаны там такие слова. В 44 главе, когда он предстает перед своим братом Иосифом, он говорит следующие слова «Бог нашел неправду рабов своих». То есть мы видим с вами, что в 38 главе он начинает осознавать, что Фомарь, она правее меня. Другими словами, я был неправ. Он начинает где-то раскаиваться в каких-то своих моментах. И в 44 главе, когда просто какие-то обстоятельства начинают зажимать его, он приходит туда вместе с братьями своими к Иосифу, и он говорит Иосифу такие слова «Бог нашел неправду рабов своих». То есть не кто-то из братьев сказал, а сам Иуда говорит это другими словами. Он дает понимать, что я был неправ, Бог. Бог, ты нашел мою неправду. Есть так много вещей, которые я делал неправильно при тобой. И вы знаете, в этот момент, мне кажется, когда Иуда осознает, что он натворил очень много ошибок, что он прошел против тех ценностей, которые Бог дал Аврааму, Исааку, Якову, когда он неправильно относился к Фомаре, когда он неправильно относился к Иосифу, такое чувство, как будто бы приходит вот это покаяние к Иосифу, и он говорит «Бог нашел неправду рабов своих». Фомарь правее меня. Да, я осознаю, я неправ. Фомарь правее меня. И вы знаете, когда ты смотришь на концовку истории в 38 главе, здесь написано, что у Иуды рождается два сына. И Библия говорит здесь такие слова. Давайте мы с вами посмотрим. «Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее», то есть у Фомаре. «И во время родов ее показалась рука одного, и взяла побивальная бабка, и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, как ты расторг себе преграду, и наречено ему имя Форес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара». Вы знаете, когда мы изучаем вот эти два имени, мы видим, что Форес потом впоследствии попадает в красную нить Иисуса Христа. Он попадает в родословную Иисуса Христа. Когда ты открываешь книгу Матфея, написано, что именно Иисус Христос приходит в этот мир через Фореса. Форес внесен в родословную Иисуса Христа. И когда ты смотришь на жизнь Иуды, и ты видишь все эти неправильные моменты, все эти решения, которые были настолько глупыми, какими-то неправильными, даже греховными, ты думаешь, Господи, ну как ты можешь даже работать через такого человека? Но я искренне верю, когда человек выносит свою неправоту пред Богом и говорит, Бог нашел неправду мою, я был неправ в каких-то моментах, то Бог может взять наши ошибки и перевернуть их, и даже еще использовать это для своей славы. И смотря на Иуду, мы видим, что Иуда, он, да, действительно натворил много всего неправильного, но когда он говорит, Бог нашел неправду рабов твоих, да, Фомарь правее меня, когда он осознает, что он где-то неправ, когда он кается в этот самый момент, у Бога достаточно благодати, чтобы что-то изменить в жизни человека. Может, ты сегодня сидишь в этом зале, и ты много всего уже сделал в этой жизни, и может, ты принимал какие-то неразумные решения, и пришли какие-то последствия в твою жизнь, но когда мы сегодня приходим пред лицо Божье, и мы осознаем, что, Боже, мы неправы при Тобой, Боже, в каких-то моментах я действительно был неправ, в каких-то моментах я действительно натворил какие-то неправильные вещи, И те решения, которые я принимал, они действительно были неправыми. И когда мы это выносим пред Богом, когда мы это открываем пред Богом, то у Бога достаточно милостей и благодати, чтобы простить нас, чтобы изменить нашу жизнь и обернуть то, что было нам кажется ошибкой во благо. Но появляется вопрос. С чего же все-таки все началось? Почему именно так случилась жизнь Иуды? Странная история, непонятная история. В первом стихе записаны такие слова. 38 глава. В то время Иуда отошел от братьев своих. Вы знаете, как-то в последнее время Бог дает такую возможность встречаться с людьми, общаться с ними. И люди разные попадаются. Кто-то находится в каких-то зависимостях, кто-то борется с какими-то трудностями, проблемами. И когда мы разговариваем, я задаю просто простой вопрос. Как у вас дела с Богом? Как отношения с Богом? Давно не молился, давно не читал Библию. Потом спрашиваю, как вы в церкви? Бываете ли на служениях? Посещаете ли церковь? Кто-то говорит, ты знаешь, я уже месяц не был, полтора месяца не был. В этот момент я осознаю, знаете, такую простую вещь, что когда мы отходим от братьев и сестер, когда мы отходим от церкви, тут как тут появляется тот, который ненавидит нас, тот, который знает Божий потенциал на нашу жизнь и тот, который хочет разобраться с нами. В этот момент, когда Иуда отходит от братьев своих, все эти приключения, все эти странности как раз-таки начались в его жизни. Но это все началось с тот момент, когда он оставил братьев своих. Это началось с тот момент, когда он начал пренебрегать общением с братьями своими, когда он начал пренебрегать общением с отцом своим. Может кто-то сегодня из вас сидит на этом месте, вы уже давным-давно не посещали домашнюю группу. Может сегодня тот момент, когда нужно начать снова быть в общении с братьями и сестрами. Может кто-то сегодня просто приходит на хлебопреломление раз в месяц, чтобы просто как-то очиститься, осветиться. Но послушай, не оставляй общение с братьями и сестрами, не оставляй церкви Божьей. Вы знаете, есть такой замечательный пример, который я однажды увидел. Есть такая программа «В мире животных». И вот когда ты смотришь эту программу, мне так однажды понравилось, как прайд львиц, они охотились на быков. И вот интересно, что когда львицы, они нападают на стадо быков, они потихонечку начинают отделять одного быка от стада. И как только у них это получается сделать, они тут как тут, всей толпой, всем прайдом начинают прыгать на одного быка, и они начинают валить этого быка на землю и начинают разбираться с ним. И то же самое я вижу сегодня происходит, когда мы начинаем остывать по отношению к церкви, когда мы начинаем остывать по отношению к домашним группам, когда мы начинаем пренебрегать общением с братьями и сестрами. И как только это начинает происходить, послушай, мы находимся на опасном пути. Если это сегодня есть место быть в нашей жизни, то это опасный путь. Пересмотри свою жизнь, пересмотри сегодня свое отношение к братьям, сестрам, к общению со святыми. Дорожи сегодня общением с братьями, сестрами, с церковью. Потому что когда мы вместе, мы сильны. Когда мы вместе, кровь Иисуса Христа омывает нас. Мы вдохновляемся друг от друга, мы назидаемся Божьим Словом, и мы готовы возвращаться туда, где мы есть, на наши работы, в учебные заведения, уже с Божьей силой и готовы оказывать влияние. Но когда мы отлучаемся от братьев своих, может случиться то, что случилось в жизни Иуда. Давайте будем дорожить отношениями друг с другом, отношениями с церковью. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, в этот день, когда мы вспоминаем те страдания Иисуса Христа, чтобы мы посмотрели на нашу жизнь. И просто подумали, Господи, есть ли сегодня какие-то моменты в моей жизни, которые мне нужно пересмотреть. Иуда знал, он вырос в замечательной семье. Его отец был человеком Божьим, патриархом веры. Он знал ценности Божьи. Но в какой-то момент он начал отлучаться от общения с ними, начал отлучаться от общения с семьей. И в этот момент, тут как тут, дьявол начал предлагать ему то, что было запретно. То, что Бог не хотел, чтобы происходило в их семье. И каждый из нас, мы будем бороться с собственными желаниями. Каждый из нас, мы будем бороться со своими какими-то прихотями. Вы знаете, интересный момент, когда Давид хотел построить храм Богу. Написано, что он сказал, я построю храм Господу. И когда пророк это услышал, он говорит ему, вот все, что у тебя на сердце, иди и делай. И вот Давид начал готовить, он начал приготовить вот это вот, все материалы для того, чтобы построить храм Господу. Но Господь сказал ему такие слова, Давид, я устрою тебе дом, я благословлю тебя, но ты не построишь храм. Ты не построишь храм по причине того, что слишком много крови ты пролил. То есть, другими словами, у Давида было сильное желание, он настолько сильно мечтал, это была большая мечта, которую Бог вложил в его сердце, построить храм Господу. Но он так и никогда этого не сделал по одной простой причине, потому что однажды он столкнулся с собственным желанием. Однажды ему нужно было стоять на Божьем. Однажды ему нужно было хранить сердце свое. Но в этот момент он боролся с собственными прихотями. И да, мы знаем Давида как Божьего человека. Мы знаем Давида того, который, Библия говорит про него, что он был мужем по сердцу Бога. Но факт остается фактом. Давид никогда не построил храм Господу. Да, он заготовил материалы, но он так и не дошел до этого. Почему? Потому что однажды были моменты в его жизни, когда он боролся с собственной прихотью. Были моменты, когда ему не нужно было входить к Версавии, ему не нужно было разбираться с ее мужем. Но он боролся с собственными желаниями, и собственные желания превозмогли его в тот момент. Братья и сестры, каждый из нас мы столкнемся с тем, с чем сталкивался Иуда. У каждого из нас однажды будет выбор перед какими-то моментами. Но очень важно, чтобы мы хранили сердце свое, бодрствовали и принимали решения с Богом. И когда эти моменты будут, беги в тайную комнату. Беги в Божье присутствие. Падай на колени свои. И когда, может, тебе трудно будет, и тебе будет хотеться, может, принять решение по-своему, может, в пользу своей приходи, беги в Божье присутствие и проси Бога о том, чтобы Бог дал тебе силы и милости остаться верным Ему и принять решение в пользу Его ценностей. Давайте вместе с вами встанем. Хотел бы зачитать 1 Коринфянам 11 главу. С 27 стиха. Поэтому кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виной он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Братья и сестры, и в этот сегодня день, когда мы смотрим на наши светильники, проверяем наши светильники, каждый из нас мы лучше знаем, в каком мы состоянии пред Богом. Каждый из нас мы лучше знаем, что происходит в нашем сердце. Возможно, с какими желаниями мы сталкиваемся. Возможно, с каким выбором, перед каким выбором мы сегодня предстоим. Но знаете, очень важно, чтобы мы сегодня, какие бы решения ни принимали, принимали их с Богом. Мы принимали их в тайной комнате, принимали их в Божьем присутствии. И сегодня, когда мы рассуждали над этой странной историей жизни Иуды, да, многие моменты у него были неправильны. И вся эта глава очень странная. Все его поступки, они достаточно очень странные. И до сих пор эта глава оставляет очень много вопросов, наверное, каждому из нас. Но мы увидели с вами, что если бы он не отлучался от братьев, если бы он не отлучался от церкви, то это то, что бы сохранило его. Другой момент, мы с вами увидели, что когда он знал все те Божьи ценности, которые были в его семье, но он принял решение в пользу своих прихотей, мы увидели, что начались какие-то проблемы, которые пришли в его жизнь и начали одолевать его. Очень важно сегодня, чтобы именно в этот день, хлебопреломления, мы сегодня вновь и вновь посвящали себя Господу. Вновь и вновь вспоминали те страдания, которые Христос совершил там, на Голгофском кресте. И вновь и вновь говорили ему, что Иисус, мы принадлежим тебе. И ты сам лучше сегодня знаешь, если есть какие-то моменты, в которых тебе нужно сегодня покаяться. Мы будем сейчас молиться, и я хотел бы, чтобы ты просто пересмотрел свою жизнь, посмотрел на свою жизнь. И если есть какие-то моменты, где тебе нужно их поправить, то это лучшее время, чтобы сегодня здесь, в Доме Божьем, перед тем, как мы будем совершать хлебопреломление, просто сказать Богу, вынести это наружу, подобно тому, как это сделал Иуда. Да, он отворил много ошибок, но мы видим, что он начал осознавать, что где-то он был неправ. Он начал говорить Иосифу, Бог нашел неправду рабов своих. Мы видим, что как сильно Фомарь, может, не нравилась ему, но мы видим факт, он говорит такие слова про нее, что она правее меня. Да, я осознаю, я неправ, она правее меня. Вы знаете, очень важно, чтобы мы осознавали, где мы неправы пред Богом, где мы неправы пред людьми. И не просто прятали это где-то внутри себя, но выносили это наружу. И когда мы это выносим наружу, когда мы позволяем свету приходить на какие-то, может, наши греховные моменты, позволяем Господу приходить, когда мы просто осознаем, что мы неправы, у Бога достаточно милости и благодати. У Бога достаточно своей милости, чтобы дать нам ее, и чтобы из наших ошибок совершилось еще то, через что Бог будет прославлен. И мы видим, что да, Иуда совершил какие-то ошибки, но через Фареса, сына его, Иисус Христос приходит в этот мир. Бог вносит Фареса, Бог вносит сына Иуды, свою родословную, и через это Бог был прославлен. И давайте мы сейчас в этой молитве просто посмотрим на свою жизнь. Если есть какие-то моменты, которые нам нужно открыть пред Богом, это лучшая возможность. И если есть то, что нам нужно, может исправить, может пред Богом, может пред людьми, если мы где-то кого-то обидли, где-то в чем-то были неправы. Просто сегодня попроси Бога в этой молитве, чтобы Он показал тебе какие-то моменты, для того, чтобы ты мог это исправить. И для того, чтобы ты потом, возможно, сегодня мог кому-то позвонить, с кем-то встретиться, и наладить эти отношения. И давайте мы преклоним наши головы и побудем в молитве. Господь, мы смиряемся пред лицом Твоим. Боже, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за примеры Слова Твоего. Боже, я благодарен Тебе за то, что мы можем приходить в Твое святое присутствие и знать, что мы услышаны Тобою. Господи, Ты знаешь все моменты, которые происходят в жизни каждого из нас. Ты знаешь, Господи, когда мы сталкиваемся с собственными прихотями, с собственными желаниями. Боже, но я прошу о том, чтобы наш взор и наш взгляд, он был всегда направлен на Тебя. Боже, я прошу о том, чтобы мы всегда принимали решения в пользу Тебя, в пользу Царства Твоего Небесного во имя Иисуса Христа. Боже, мы сегодня видели и смотрели, Господь, как Иуда, в тот момент, когда Он знал, как нужно было поступить, Он целенаправленно сделал то, что было неправильным предлицом Твоим. Боже, и мы видели все эти странные вещи, которые происходили в Его жизни. И когда мы смотрели на это все, кажется, ну как Бог может взять этого человека и что-то доброе еще с ним сделать? Ну, мы видим, когда Иуда, Господь, Он начинает открываться, когда Он начинает осознавать, что Бог нашел неправду, когда Он начинает, Господь, когда Он начинает просто каяться в этих каких-то моментах и осознавать, что Он неправ в каких-то моментах, Твоя милость приходит. И мы видим, Господь, что еще Форес, Он входит в родословную Твою. Боже, я благодарю Тебя за то, что у Тебя достаточно милости для каждого из нас. Боже, Ты знаешь, где мы правы, где мы неправы, где мы говорим не то, где мы поступаем не так, Господь, где мы мыслим не то. Боже, я прошу Тебя, очисти каждого из нас. Укрепи нас в этом путешествии верой, чтобы мы дошли верными Тебе. Укрепи каждого из нас, Господь, чтобы однажды нам провести вечность с Тобой на небесах. Иисус, Ты этого стоишь. Я благодарю Тебя за то, что кровь Твоя, она была пролита на Голговском кресте за каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты умер и воскрес наше оправдание. И сегодня, в этот день, Господь, когда мы вспоминаем эти события на Голгофском кресте, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пролил свою кровь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты умер и Ты воскрес на третий день наше оправдание. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что у нас есть обетование. У нас есть, Господь, надежда на будущую жизнь. У нас есть надежда на вечную жизнь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты открыл эту дорогу на небеса. Слава Тебе, мы чтим Тебя, мы любим Тебя. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты Бог, который прощаешь грехи. Ты Бог, который закидываешь их за хребет. И Ты Бог, который не вспоминаешь об этих грехах. Слава Тебе, Иисус, благодарю Тебя. И я прошу Тебя, Господь, дай нам сегодня быть зрелыми христианами. Дай нам сегодня, Господь, хранить сердце свое. Дай нам сегодня закрывать двери, Господь, там, где нужно, Господь. Я прошу Тебя, дай нам сегодня не открывать каких-то греховных дверей, Господь, не идти на поводу с грехом, не играться с грехом, но хранить себя, Господь, для Тебя во имя Иисуса Христа, подобно тому, как невеста, хранить себя для жениха Своего. Иисус, Ты наш жених, Иисус, мы ждем встречи с Тобой, и мы просим Тебя, помоги нам сегодня, Господь, в этом путешествии жизни хранить себя для Тебя. Господи, и сегодня, в этот день, Господь, мы молимся, Господь, за хлеб, и мы благословляем, Господь, хлеб, и мы благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня мы можем вместе с Церковью вспоминать то, что Ты сделал. Иисус, спасибо Тебе за Твое тело, которое было ломимо за нас, спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты понес все муки, Ты взял все болезни, Господь, там на Голговский крест, слава Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи. Мы также благодарны Тебе, Господь, за кровь Твою, которая была пролита. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что кровь Христа, она убелила каждого из нас. Она омыла нас от всяких грехов. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус, за пролитую кровь. Мы благодарны Тебе за силу, которую мы имеем в имени Твоем. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Голгофу и за все то, что Ты совершил там для каждого из нас. Слава Тебе. И я прошу Тебя, благослови каждого, кто сегодня будет принимать хлеб и вино. И я прошу о том, Господь, чтобы сегодня каждый из нас, мы переживали благодать Твою, милость Твою, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, мы чтим Тебя, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Братья и сестры, мы сейчас будем принимать хлеб и вино. И я хотел бы, чтобы вы, когда будете принимать хлеб, относились к этому трепетно, аккуратно. И когда мы также будем раздавать вино, также, пожалуйста, относитесь к этому очень аккуратно. Имеют право принимать хлеб и преломления те, которые в завете с Господом, которые заключили водное крещение. И пусть Бог благословит каждого из нас в этом служении. Продолжение следует...